Добрый день! Сегодня я хотел бы вам рассказать о кондиционере Electrolux. Данный кондиционер имеет название Atrium. Обратите внимание, это не сразу видно в интернете, имеет очень интересную форму. То есть его верхняя грань, она такая изогнутая. Вот именно поэтому так и называется. Теперь, собственно говоря, технические характеристики данной модели. Давайте на них сфокусируемся. Вот они здесь видны. Я выбирал кондиционер на кухню. Площадь 10 квадратных метров. И здесь я в первую очередь ориентировался на бренд. Решил немножко сэкономить, не взял модель с инвентором. В принципе он будет работать, как правило, на полную мощность. Какую-то постоянную работу с тонкой настройкой не требуется. Вот моя мама, для которой установлен этот кондиционер, не требовательно в поддержании какой-то постоянной температуры. Но при сильной жаре она его будет включать. Давайте посмотрим, как он работает. Для этого у него есть такой вот пульт. Давайте тоже его покажу. Он с большими крупными кнопками. Показана температура, кнопка включения, кнопка запоминания режима. Можно увеличить и уменьшить температуру, переключиться между тремя режимами. Точнее даже четырьмя. Это нагрев, охлаждение, вентиляция и режим осушения. Причем режим осушения очень криво здесь реализован. Как будто это охлаждение при температуре 27 градусов. Режим слип. Это пониженные режимы оборота. Турбо. Это максимальный режим оборота. И здесь можно включать и отключать подсветку на лицевой панели. Сейчас мы это увидим. Давайте включим его и посмотрим, что происходит. На самом деле у нас включен розетка, но почему-то ничего не происходит при нажатии. А, слабо я нажимал на кнопку. То есть кнопка немножечко нечувствительна. Это тоже может немножко смущать. Вот он сразу показывает температуру 26 градусов. И, ну естественно, он не сразу начинает охлаждать. Достаточно тихий кондиционер. И теперь посмотрим, пока он здесь еще загудел компрессор. Компрессор относительно шумный, прямо скажем. Ну, в среднем, скажем так, уровне шума, но здесь вибрация больше от него такая ощущается. И, ну вот так как у нас здесь он стоит на внешней поверхности, закрыт целый балкон. И со внешней стороны застекленного такими легкими ставни балкона, может это не очень слышно в комнате. Поэтому решили здесь никак не покупать дорогой инвертор. Значит, какие недостатки в процессе эксплуатации данного кондиционера выявились. Если вывешать на стерео такие вот балконы, то он немножко промял этот балкон и потерял свою вертикальность. Кроме того, зимой на нем замерзал снег, образовывалась такая ледяная клыба. И поэтому здесь даже немножко промялась крышка. Вот он гудит. Вот, я постарался его правильно поставить, чтобы обеспечивалось более акцентмальное охлаждение. Вот, сзади, как вы видите, он неправильно защищен. Поэтому, возможно, его слегка промяется при осторожности. Вот, трассу не стали запенивать. Естественно, идут два стандартных провода и питание. Две трубки горячий холодный фреон и трубочка для слива. Вот, но это, в принципе, они в поставке, естественно, не идут. Это нужно покупать отдельно. Это все входит в стандартную стоимость установки кондиционера. Вот, рекомендую. Значит, здесь все-таки я ставил хорошее расстояние для штора. Сверху для эффективной работы кондиционера. Мы видим, он уже охлаждает. Значит, внутри у него... Как-то вот даже не соображу, как его сходу открыть. Давно не открывал. Нужно посмотреть. Почему-то у меня сходу не открывается одной рукой. Вот, но, в принципе, он должен открываться. Там должны быть фильтры. Давайте я это проделаю. Двумя руками, наверное, нужно открывать, поэтому он не открывается. Что-то он не хочет у меня открываться. Может быть, сверху как-то нужно открывать. Ладно, будем изучать инструкцию. Вот, здесь я даже не стал удлинять шнур. В комплекте идет такой-то шнур. Сколько тут? Ну, метра полтора. Может, метра восемь. Вот, хотя нет. Наверное, метр здесь, что-нибудь все лишь. Вот, естественно, трасса под небольшим уклоном идет. Правильно. И он такую прохладу подает. Сейчас давайте послушаем с максимальным режимом, как он работает. Вот это максимальный шум. Режим, который вентилятор работает. Максимальных оборудов. Сейчас я отключу. Ну, как-то он немножко медленно реагирует, конечно, на пульт. Там даже шла в комплекте к пульту стандартные какие-то дешевые батарейки. В принципе, пока еще не серия. Вот, мощность здесь его 2 кВт на охлаждение. При этом он потребляет около 700 Ватт. Наиболее, самые там продвинутые модели, дорогие, потребляют при такой мощности отводимой где-то 500 Ватт. То есть, если лишние 200 Ватт вы платите. Делает это все одна фирма. Электролюкс. По-моему, он еще делает балу. Еще какие-то там кондиционеры. Вот, все это делается на одной фабрике. Ну, в разных немножко ценовых категориях. Пластик немножечко такой трябленький. Вот. Здесь мы услышали, как он перешел, охладив воздух уже 26 градусов. И сейчас просто перешел в режим вентиляции. А на внешнем блоке отключился этот самый компрессор. То есть, он то включается, то выключается. Это может, например, отвлекать кого-нибудь во время сна.